Ола! Кому эстайс? Меня зовут Елена Кравченко. Я преподаватель испанского языка вот уже 13 лет. И вы на канале «Испанских шлёпках». Здесь вы найдёте много полезной информации о том, как изучить испанский язык быстро и просто. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал и ожидайте выхода новых видео. А в этом видео мы поговорим о настоящем времени в испанском языке. «Настоящее время» обозначает то, что происходит ежедневно, на постоянной основе, изо дня в день и по привычке. Например, Я говорю по-испански. Я иду по улице. Я отдыхаю каждый день. О НОСОТРОС ДЕСКАНСАМОС ТОДОС ЛОЗ ДИАС. Или мы отдыхаем каждый день. Далее, Я КОМО ЙОГУРТ ПО РЛА МАНЯНА. Я КУШУ ЙОГУРТ УТРАМ. ПО РЛАС МАНЯНА С УТРАМ. О Я ВИВО ЭН БАРСЕЛОНА. Я ЖИВУ В БАРСЕЛОНЕ. Также Настоящее время используется для того, чтобы рассказать о том, что вы сделаете в ближайшее время. Например, Я ТЕ ЯМО МАСТАРДЕ. Я ТЕБЕ ПОЗВОНЮ ПОЗЖЕ. Мы используем форму ЯМО, а не БОЯ ЯМАР или ЯМАРЕ, какие-то другие грамматические формы. Я ТЕ ЯМО МАСТАРДЕ. Я ТЕБЕ ПОЗЖЕ НАБЕРУ, ПОЗВОНЮ. Я СЕЧАС ЗАНЯТ. Итак, перейдём к формам этого времени. Время называется Для того, чтобы образовать данное время, нам нужно узнать следующую информацию. Смотрите. В испанском языке существует три спряжения глаголов. Для тех, кто не помнит, что такое спряжение, напомню, что спряжение – это такая группа глаголов, которая объединяет определенные глаголы по определенному признаку в группу. Смотрите. Все глаголы, которые заканчиваются на Р – это глаголы первого спряжения. Глаголы, которые заканчиваются на Р – это глаголы второго спряжения. А глаголы, которые заканчиваются на ИР – глаголы, соответственно, третьего спряжения. Так вот, вся совокупность окончаний, которая присуща данной группе глаголов, называется спряжением. Например, повторю, первое спряжение заканчивается на «ар», второе на «эр» и третье на «ир». Разберем, как же спрягаются глаголы в настоящем времени. Итак, правильные глаголы. Если глагол заканчивается на «ар» и принадлежит, как мы уже знаем, первому спряжению, то изменяться глагол будет следующим образом. Смотрите. Трабахар. Yo trabajo. Tú trabajas. Él, ella, usted trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos, ellas, ustedes trabajan. Если вы не знаете о личных местоимениях, то переходите, пожалуйста, по ссылочке, которую вы видите сверху. Так вот. Yo trabajo. Tú trabajas. Él, ella, usted trabaja. Nosotros, nosotras trabajamos. Vosotros, vosotras trabajáis. Ellos, ellas, ustedes trabajan. Для того, чтобы добавить определенные окончания, присущие настоящему времени, нам нужно у глагола взять основу. Что такое основа? Основа – это такая форма или часть глагола без последних двух букв. Очень все просто. То есть, если это trabajar, о котором сейчас идет речь, переводится который как работать, то мы просто убираем окончание – ar. У нас остается основа «травах». И к основе мы добавляем окончание. Переходим ко второму спряжению правильных глаголов. Например, возьмем «comer». Итак, для того, чтобы проспрягать глагол во втором спряжении, напомню, это глаголы, которые в инфинитиве в неопределенной форме заканчиваются на r, нам необходимо убрать последние две буквы – ar, оставить основу – com и добавить следующее окончание. Итак, повторим. «Comer» переводится как «кушать, есть». Переходим к глаголам третьего спряжения или третьей группы. Это глаголы, которые заканчиваются в неопределенной форме в инфинитиве на ir. Например, «vivir». «Vivir» – жить. Итак, для того, чтобы проспрягать глагол в третьей группе или в третьем спряжении, нам необходимо забрать окончание у глагола «vivir», убрать его, оставить основу «viv» и добавить окончание третьего спряжения для правильных глаголов. «О», «эс», «э», «имос», «из», «эн». Итак, повторим. Первое, второе, третье спряжение. «Трабахар», «комер», «vivir». «Работать», «кушать», «жить». «Yo trabajo», «tú trabajas», «él trabaja», «nosotros trabajamos», «vosotros trabajáis», «ellos trabajan». «Comer», «cuchar», «comer», «cuchar», «yo como», «tú comes», «el come», «nosotros comemos», «vosotros coméis», «ellos comen». И третье спряжение «vivir», «жить». «Yo vivo», «tú vives», «el vive», «nosotros vivimos», «vosotros vivís», «ellos viven». Итак, приведем примеры с данными глаголами, а также другими глаголами, также правильными, первое, второе, третье спряжение. «Трабахар», «yo trabajo en la oficina», «ya работаю в офисе», «nosotros trabajamos en la calle», «мы работаем на улице», «vosotros trabajáis aquí», «вы работаете здесь», «comer». «Yo como» «papas fritas todos los días», «ya yem» «жареную картошку» «cаждый день». «Nosotros comemos bien» «en España», «в Испании вкусно кормят» или «в Испании мы кушаем очень хорошо», «muy bien» «o bien». «Él come rápido», «on кушает быстро», «cirir». «Yo vivo aquí», «ya vivo здесь», «nosotros vivimos en Francia», «мы живем во Франции», «ellos viven en Barcelona», «они живут в Барселоне». Другими правильными глаголами первого, второго, третьего спряжения будут глаголы «hablar», «beber» и «escribir». «Hablar», «говорить», «beber», «пить», «escribir», «pesать». Итак, «yo hablo», «tú hablas», «él habla», «nosotros hablamos», «vosotros habláis», «ellos hablan». «Yo hablo español muy bien», «ya очень хорошо говорю по-hispански». «Dale, beber», «yo bebo», «tú bebes», «el bebe», «nosotros bebemos», «vosotros bebéis», «ellos beben». «Yo bebo agua» «por la mañana», «yo bebo agua» «por la mañana», «ya piu vodou» «outran». «Él bebe café todas las tardes», «con piot cofé» «cаждый вечер по вечерам». Глагол «escribir», «писать». «Yo escribo», «tú escribes», «el escribe», «nosotros escribimos», «vosotros escribís», «ellos escriben». «Él escribe cartas a sus padres». «Он пишет письма своим родителям». «Nosotros escribimos en ruso bien», «мы хорошо пишем по-русски». В испанском языке кроме правильных глаголов есть еще глаголы индивидуального спряжения, а также отклоняющиеся глаголы. Итого, глаголы правильные, индивидуального спряжения и отклоняющиеся глаголы. Правильные глаголы мы с вами только что разобрали, а также их спряжение в настоящем времени. Разберем, что такое глаголы индивидуального спряжения. Как я объясняю данные глаголы? Как проще всего запомнить данные глаголы? Это глаголы, которые сильно отличаются от их изначальной формы, либо инфинитива. К этим глаголам относятся три глагола. SER, ESTAR, IR. То есть, когда мы спрягаем эти глаголы, с этими глаголами все не так. Например, SER в инфинитиве, в изначальной форме. SER – быть, являться. При спряжении имеют следующие формы. NOSOTROS – SOMOS, VOSOTROS – SOIS, ELOS – SON. Посмотрите, как не похожи формы SOY, ERES на глагол SER. То есть, это глаголы, в которых при спряжении, то есть, при изменении по лицам и числам, ну прям все не так. Поэтому еще раз повторим. Глаголом индивидуального спряжения относятся SER, ESTAR, IR. Второй глагол – глагол ESTAR. ESTAR – временно где-то находиться или пребывать в каком-то состоянии. ESTAR – инфинитив, изначальная форма. YO ESTOY, TU ESTAS, EL ESTÁ, NOSOTROS – ESTAMOS, VOSOTROS – ESTÁIS и ELOS – ESTÁN. И глагол IR – идти, ехать в каком-то направлении. Заранее скажу, что после этого глагола используется всегда предлог A. Когда мы двигаемся в каком-то направлении, а когда мы откуда-то едем, возвращаемся, идем обратно, то предлог D. То есть IR – А, идти куда-то, IR – АМОШКУ, идти ехать в Москву. Или IR – DE, возвращаться из Москвы, ехать из Москвы. Например, IR – ДЕМОШКУ. Итак, спряжение глагола IR. YO – BOY, TU – BAS, EL – BAH, NOSOTROS – BAMOS, VOSOTROS – BAYS, ELOS – BAN. Также к глаголам индивидуального спряжения я отношу следующие четыре глагола. BER, DAR, SABER и CABER. Несмотря на то, что в спряжении этих глаголов не все изменяется, первая форма, однако, имеет свои особенности и не похожа на все другие. Посмотрим. DAR – ДАРИТЬ – ДАВАЬ. Первая форма – DOI. Распрягаем. YO – DOI, TU – DAS, EL – DA, NOSOTROS – DAMOS, VOSOTROS – DAIS и ELOS – DAN. Первая форма – не DO, как было бы по правилу в правильных глаголах, а DOI. Поэтому мы относим эти глаголы к глаголам индивидуального спряжения. Хотя все остальные формы полностью подчиняются правилам. Перейдем на следующий глагол. BER. Первая форма – YO – BEO. BER – видеть. YO – BEO – я вижу. YO – BEO, TU – BES, EL – BE, NOSOTROS – BEMOS, VOSOTROS – BES и ELOS – BEM. Следующий глагол – это SABER. SABER – знать, а также, если используется далее после него инфинитив, это уметь что-то делать. Распрягаем этот глагол. YO – SE – с ударением. YO – SE, TU – SABES, EL – SABE, NOSOTROS – SABEMOS, VOSOTROS – SABEIS, ELOS – SABEM. И последний глагол. Из этой четверки. КАBER – вмещаться. КАBER – первая форма – YO – КЕПО. И обратите внимание на экране, что пишется не через букву Т, а через букву КУ, а также следует за ней У, для того, чтобы дать звук К. В – КЕПО. Итак, YO – КЕПО, ТУ – КАБЕС, Далее все правильно. ТУ – КАБЕС, ЭЛ – КАБЕ, НОСОТРОС – КАБЕМОС, ВОСОТРОС – КАБЕЙС и ЭЛОС – КАБЕМ. Давайте посмотрим, как эти глаголы употребляются в речи. Итак, BER – YO – БЕО, МУЙ ВИЕН – Я вижу очень хорошо. Стоит заметить, что у глагола BER есть синоним – МИРАР. Это правильный глагол, который используется очень часто. МИРО, МИРАС, МИРА – Вы можете сами уже проспрягать этот глагол, так как он правильный. Так вот, разница между BER и МИРАР заключается в том, что BER – это физическая способность глаз видеть. Например, YO – ТЕБЕО – Я ТЕБЯ ВИЖУ. YO – БЕО, А МИ МАМА – Я ВИЖУ СВОЮ МАМА. МИРАР – СМОТРЕТЬ. МИРА АКИ – Привлечение внимания. ПОСМОТРИ СУДА. О – МИРАР ЛА ТЕЛЕ. ЙО МИРО ЛА ТЕЛЕ. О – ЙО МЕ МИРО ЭНЕ ЛЕ СПЕХО. Я СМОТРЮСЬ В ЗЕРКАЛО, А ЙО МИРО ЛА ТЕЛЕ – Я СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР. И у нас остались глаголы, отклоняющиеся. То есть, смотрите, я уже назвала глаголы правильные, повторим. Далее, индивидуальное воспоряжение, их три. И такие, полуиндивидуальное воспоряжение, их четыре. И глаголы отклоняющиеся. Что значит глаголы отклоняющиеся? Это значит, что внутри корневая гласная, то есть в корне, корневая гласная в корне находится, да? Она каким-то образом изменяется, модифицируется. Я насчитала в испанском в настоящем времени шесть таких списков, шесть списков отклоняющихся глаголов. И сейчас мы разберем, какие изменения есть внутри каждой из этих групп. Итак, поехали. Первая группа там, где корневая О меняется на УЭ. Дабы не грузить вас терминами, что такое корневая, скажу, что это гласная, если по-простому, которая ближе всего находится к окончанию. Например, в глаголе КОМЕР гласная О, хоть это глагол и правильный, является корневой гласной. Глагол правильный, с ней ничего не происходит, но тем не менее, чтобы определить корневую гласную, мы потренируемся, например, на этом глаголе. Или глагол ЭСКРИБИР. Снова глагол правильный, который мы уже упоминали. Но смотрите. ЭСКРИ БИР. БИР – это уже окончание ИР, да? ЭСКРИ БИР. Значит, гласная после ЭР, КРИ, ЭСКРИ БИР, будет корневой гласной, перед Б. ЭСКРИ БИР. Или, например, в слове КАМИНАР, тоже правильный глагол, ходить, гулять по дорожке, прогуливаться, КАМИНАР. Буква И, внутри будет корневой гласной, КАМИНАР. В первом списке неправильных глаголов корневая гласная О распадается на УЭ. Например. ПОДЕР – МОЧЬ. ЙО – ПУЕДО, ТУ – ПУЕДЕС, ЭЛЬ – ПУЕДЕ, НОСОТРОС, ПОДЕМОС, ВОСОТРОСС, ПОДЕИС, ЭЛЬ – ПУЕДЕН. О на УЭ. Обратите внимание, что распадение либо модификация имеет место быть только в первой, второй, третий и шестой формах. Это так называемое правило сапога. То есть это визуальное обозначение. Если вы проследите сейчас на экране, то увидите, что появился сапожок. То есть визуальное правило, которое вам показывает, что распадение в глаголах, там, где оно имеет место быть, происходит в первой, второй, третий и последней формах. Или по-другому мы можем запоминать, что в форме НОСОТРОС и ВОСОТРОС распадение отсутствует. Давайте снова. ПОДЕР. МОЧЬ. Я ПУЕДО. ТУ ПУЕДЕС. ЭЛЬ ПУЕДЕ. НОСОТРОС ПОДЕМОС. ВОСОТРОС ПОДЕЙС. ЭЛЬОС ПУЕДЕН. Далее. Глаголом второй группы относятся глаголы, где корневая гласная, Э, распадается на ИЭ. Например, ЕМПЕЗАР. Я ЕМПЕЗО. ТУ ЕМПЕЗАС. ЭЛЬ ЕМПЕЗА. НОСОТРОС ЭМПЕЗАМОС. ВОСОТРОС ЭМПЕЗАЙС. ЭЛЬОС ЭМПЕЗАН. Снова по правилу сапога. Посмотрите, глагол ЭМПЕЗАР начинать. ЕМПЕЗО. Есть распадение. ЕМПЕЗАС. Есть. ЕМПЕЗА. ЕСТЬ. НОСОТРОС. ВОСОТРОС. Нет распадения. ЕМПЕЗАМОС. ЕМПЕЗАЙС. И снова в последней шестой форме. Они ЕМПЕЗАН. Они начинают. Что значит нет распадения? Это значит, что корневая гласная. Как вы помните, это гласная. Самая близкая к окончанию. Она такая же, как и в инфинитиве. ЕМПЕЗАР. НОСОТРОС ЭМПЕЗАМОС. И ВОСОТРОС ЭМПЕЗАЙС. Третий список отклоняющихся глаголов. Это там, где Э меняется на И. НИ НА ЧТО НЕ РАСПАДАЕТСЯ, НО МЕНЯЕТСЯ НА И. Например, ПЕДИР. РАСИЮ. Далее. Четвертый список. Это там, где в первом лице единственного числа настоящего времени существует или появляется буква ХЕЙ, которая звучит всегда как Г в данном контексте, потому что окончание в первом лице будет гласное О. Смотрите. Оставшиеся формы могут быть как правильными, так и неправильными. То есть там могут быть отклонения, а могут и не быть. У меня есть специально составленный список отклоняющихся глаголов, где вы можете выучить наиболее популярные. Их там около 160 и 180. Напишите мне, пожалуйста, на e-mail, который вы увидите под видео, и я вам вышлю этот список глаголов. Далее. Пятый список отклоняющихся глаголов. Это глаголы, которые заканчиваются на СЕ и УСИР. И в первом лице имеют окончание ВКО. СЕТА, СЕ, О. Например. Шестой список отклоняющихся глаголов. Там, где в межгласной позиции, где основа заканчивается на гласную, во время споряжения вместо буквы И появляется И грега. Например. КОНСТРУИР. Основа заканчивается на У. Смотрите. КОНСТРУИР. Если мы уберем ИР, то у нас основа будет КОНСТРУ. То есть У – это гласная, на которую заканчивается основа. И так при споряжении получается. КОНСТРУИЁ. Подряд в испанском языке нельзя написать три гласных. Посему И в окончании, на стыке окончания сутикса, основа превращается в И грега. КОНСТРУИЁ. О, а не КОНСТРУИЁ. КОНСТРУЁЁ. Далее. КОНСТРУЕС. КОНСТРУЕ. И снова поправила сапога. Отсутствует у нас буква И грега. КОНСТРУИМОС. КОНСТРУИС. И снова КОНСТРУЕН. КОНСТРУИР – это СТРОЙ. О настоящем времени это все. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. А также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. МАНЯ НАМАЗ и МЕХОР. ЗАВТРА БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ. АДЕОСЬ. КОНСТРУИЮЩАЯ МУЗЫКА